Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется Вайкель. Вайкель собрал, Муша собирает весь еврейский народ, подводит итоги не только книги Шмот, но в первую очередь строительству храма, который становится центром еврейского служения, еврейского отношения со Всевышним, в дальнейшем Иерусалимский храм. На самом деле, синагоги, которые у нас есть сегодня, это называется Малый храм, и, мне кажется, они по своей сущности больше похожи именно на временный храм, но это тема для другого разговора. На самом деле, то, что Муша создает, делая расписание, служение, должности и так далее, он создает организованную религию. Я надеюсь, вы понимаете, дамы и господа, что мне часто приходится общаться, каждый день, все время приходится общаться с людьми, которых я хочу пригласить в синагогу. И, конечно, я уже все доводы, почему нет, знаю наизусть. И наряду с самыми популярными доводами, один из самых популярных, кроме, конечно, там, у меня бог в сердце, и что я приду, я там ничего и никого не знаю, это я не верю в организованную религию. Я против организованной религии. Медлен Мурия Хэррер, американский атеист-активист, основатель организации «Американский атеист», выиграла огромное количество судов, когда воевала за то, чтобы исключить какую-либо религиозную коннотацию из американского образования, государственности. И она действительно выиграла бесконечное количество судов, была популярнейшим спикером, и она всегда говорила, я не против бога, я против организованной религии. К сожалению, она очень плохо закончила. Ее собственный работник похитил и шантажировал ее, и в конце, в 1995 году, убил, потому что пытался, выяснив, что есть огромное количество пожертвований ее атеистической организации, которые скрывались, у нее их заполучить. К чему это я рассказываю? На самом деле, понятие общины, кагаль, которое упоминается во время строительства храма, упоминалось и раньше тоже. И, конечно, иудаизм – это не организованная религия, это образ жизни. Но хотим мы того или нет, еврейский образ жизни всегда строится на социальности, на общине, на том, на что мы можем помочь друг другу, на том, что мы празднуем друг с другом. Синагога – это не место отправления своих религиозных нужд, ни в коем случае. Это не место, где все время молятся, когда мне говорят, я не могу прийти, потому что у вас там все время молятся. Это, скорее всего, вы не были в синагоге или были в синагоге только один раз в году. Это в Юн Кипру, когда действительно целый день молятся. Но это место, где люди общаются, где люди находят друг друга, дополняют друг друга. Это же слово «кагаль», оно упоминалось и раньше. Оно упоминалось тогда, немножко в другой форме, когда еврейский народ делал золотого тельца, о чем мы читали только в прошлой главе, когда мы ринулись, как толпа. И это была не община, это была толпа. В толпе мы одержимы, мы связаны одной, скованы одной цепью, связаны одной целью, как там говорится, но еврейский народ смог провести трансформацию. И путем небольшого лингвистического изменения слова, «муше» теперь говорит не с толпой, а говорит с общиной. Разница между толпой и общиной в толпе нету «я», есть только «мы». Вспомните замятина. В общине «я» обязательно присутствует. Община – это собрание индивидуалистов, это тех, которые индивидуально и отличаются друг от друга. И в общине мы не все одинаковы, а мы именно все разные. Мы дополняем друг друга. На этом, благодаря этому, три с половиной тысячи лет общине, умение сохранить свою индивидуальность в обществе, и выживает еврейский народ. А вы, дамы и господа, нашли уже свою общину. Успехов! До встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok